Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гриш. Ну, теперь наше любимое, значит, то, что последнее время мы мусолим каждый день практически, это все началось с голоса. Это певица Алсу, она решила вернуться и начать заново свою, так сказать, возобновить свою певческую карьеру. Решила начать у нас с своего родного региона Татарстана и дала благотворительный концерт в Казани. Но еще бы он был платным. Значит, и именно на этом концерте прилюдно, там около чуть ли не 8 тысяч жителей столицы Татарстана, Казани, на благотворительный концерт, там билет надо было покупать все равно, но деньги на благотворительность. Значит, собрались за полтора часа до начала концерта и после долгого перерыва, вот она на этом концерте передала миллион рублей, так сказать, в фонд, тот миллион, ну, это как раз Микела, который, собственно говоря, не принадлежит Микеле, а принадлежит Первому каналу или Банку Тинькофф или на выплательщикам России, непонятно. Но чужие деньги передавать на благотворительность нехорошо, уважаемая певица Алсу. Значит, Дакота, что пишут? Пишут, значит, то, что шоу было великолепно, она не раз переодевалась, значит, она выступала с дочерьми Сафина и, значит, Сафина или Сафина, поправьте меня правильно, и Микела. Значит, кроме композиции Алсу много общалась со зрителями. Она рассказала, что после длительного перерыва решила начать свои сольные концерты с родного Татарстана, с Казани. Она искренне благодарила всех, собравшись за эту любовь и поддержку, что ощущает до сих пор. Именно вера в нее, как исполнительницы, помогла ей не только завоевать второе место на конкурсе Евровидения, но и продолжать свою певческую карьеру. Значит, во время выступления Алсу фанат-поклонники выходили к сцене и снимали на камере своих телефонов любимую исполнительницу. Перед каждым выходом на сцену я ужасно боялась, переживала, у меня тряслись коленки, я забывала слова песен, признавалась Алсу. Но я много трудилась, именно мой зритель помог мне, помог обрести уверенность и веру в себя. Спасибо вам всем большое. Во время исполнения песни «Дочь отца» на больших экранах демонстрировались записи семейной хроники Семисафина, где совсем юная Алсу играла на пианино, веселилась в кругу родных, рядом со своей дочерью был ее отец Ралиф Сафин, на каждом этапе ее жизненного пути. Ну еще бы, и на Евровидении второе место, и в певческой карьере, и все остальное, это благодаря зрителям, конечно, не благодаря отцу. Напомню зрителям, что, значит, напомнила зрителям Алсу, напомнила она, не то, что ее имя в переводе с татарского языка обозначает «розовая вода». Поэтому и отмечает она в своем характере, Алсу отмечает в своем характере, миролюбие и любовь, ребята. Миролюбие и любовь. Весь концерт был похож больше на семейную встречу, насколько атмосфера в многостычном зале была тепла. Алсу много рассказывал о своих чувствах к родным, к близким, к тем семейным ценностям, что царят душа и сердце, как они с мужем передают все это детям. Время концерта состоялось примеры песни «Нерадивая любовь», музыка которой была написана Гариком Мартиросяном, шоуменом и резидентом Камеди Клаб. Шоуменом больше подходит. Лучше даже не шоуменом, а шутом. Другом семьи Абрамовых. За роялем был сам Мартиросян. Но еще бы, конечно. Представила Алсу и двух старших дочерей, Софину и Микаэллу, которые исполнили мамину песню «Зимний сон». Софина играла на рояле, Микаэлла поразила всех своим вокалом. Свой концерт в Казани Алсу сделала благотворительным. И все собранные средства от него она передаст детским домам, интернатам, многоодетным, малоимущим семьям, также медицинским учреждениям ветеранов Татарстана. Но еще она во время концерта передала сертификат на сумму 1 миллион рублей благодаря фонду имени Анжелы Вавиловой. Этот сертификат навручил Владимиру Вавилову, организатору, директору фонда. Ребята, я вам что хочу сказать. Но, конечно, почему сейчас она решила возобновить свою певческую, творческую карьеру? Потому что сейчас, когда огромное количество грязи вылилось после того, что произошло на голос дети, безусловно, чтобы восстановить репутацию, ну нельзя же просто сидеть в сторонке, люди будут помнить. Это тщательно спланированная операция, потому чтобы мы все с вами забыли, что случилось на голос дети. Понимаете, время проходит, хорошее делаешь, люди начинают говорить, о, молодец. И никто не... А, ну, хрен с ним было и все. Так вот, я вам хочу сказать, что вот этот концерт, и почему он дан не в Новосибирске или где-то еще, а в родном Татарстане, в Казани. Потому что 8 тысяч человек собрать не проблема, понимаете, отцу. И я вам хочу сказать, что миллион передать, который не является миллионом Микаэла, я вам хочу сказать, это тоже не проблема. А вообще отжать миллион, просто когда дочь вообще не побеждала на голосе, тоже не проблема. И понятно, что здесь, в этой теплой творческой атмосфере, в теплом семейном кругу, в родном Татарстане, в родной Казани, где все, фактически, так сказать, отец здесь, да, держит в руках, никто, конечно, не позволит себе что-то плохое сделать или сказать. Но я вам хочу сказать другое. Она выложила снимок с этих концертов, несколько снимков в Инстаграм, и, наконец, открыла комментарии. Так вот там настоящие люди написали, жители Татарстана в том числе, написали, что хватит играть и делать мину при плохой игре. Значит, вы оскорбили себя сами своим поведением, со своей дочерью на голосе, и оскорбили весь Татарстан своим поведением. Вот это пишут настоящие жители Татарстана, а не те инопланетяне, которые были на концерте, на теплой, значит, семейной атмосфере. И я вам хочу еще сказать, что среди комментариев, среди комментариев встречается огромное количество совершенно непонятных комментариев с восхищениями. Но, вы знаете, при переходе на эти аккаунты вдруг появляется такая ситуация, когда это боты. Знаете почему? Потому что там нет фотографий, или она одна, вообще левая какая-нибудь, какой-нибудь там мультяшного героя, а подписчиков везде по нолям. Это боты называется. Так вот эти боты, они оставляют комментарии, можно заказывать, есть такие компании. И они оставляют очень хвалебные отзывы, молодец, ты лучшая, там все такое, понимаете, да? Это проплаченная пиар-акция по восстановлению репутации. Она делается через компании, есть компании специально, они называются по удалению негатива. Негатив в сетях, они разрабатывают специальную программу по восстановлению репутации, поэтому миллион передаем в благотворительный фонд, поэтому проводим дома в Татарстане, в Казани, где безопасно, поэтому теплая атмосфера, поэтому концерт, поэтому хорошие красивые дела, розовая вода, миролюбие и любовь, мы отвечаем всем характере, и все такое остальное. А интересно, когда миллион рублей скоммуниздили вы у детей, которые на голосе вы подвинули их и в говно лицо макнули, где было миролюбие, любовь и розовая вода? Ничего-то я не слышал ни одного слова, чтобы розовая вода пришла, я сказал, вы знаете, дело в том, что вот мы в связи с тем, что была накрутка ботов за нашу дочь, миллион отдаем обратно первому каналу, мы не хотим таким путем его получить и выиграть, да? Мы честные люди, все. Что-то никто его не отдавал, и розовая вода абсолютно никаким образом с людьми не общалась, и абсолютно ничего не делал. А повезли втихаря Микайу на новую волну для подготовки потом к Евровидению, да? Присосались к Киржану Максиму, и за счет него начали Микайу... Это все проплаченные пиар-акции, понимаете, в чем дело? Я вам хочу сказать, что это скотство, понимаете, когда 24-го, еще раз повторюсь, это все делается, чтобы мы забыли. А я вам напомню, что 26-го апреля, 26-го апреля незаслуженно Микайла Абрамова, дочь Алсу, взяла миллион рублей, который ей не принадлежит, накруткой ботов, которую осуществляли заинтересованные лица в ее победе, да? Ну, наверное, Вася Пупкин с улицы был заинтересован, а не родители. Накруткой ботов, которую доказала компания группа Айби, накруткой ботов и звонков, и таким образом она победила, нечестно, нечестным путем, и после этого нас говно лицом макнули, и никто с нами не объяснился, и миролюбие, и любовь, розовая вода, сейчас начинается вот эта вот вся ахинея, и комментарии, люди пишут, да вы что, с ума сошли в инстаграме? Какие хорошие комментарии? А вы попробуйте переедите и почитайте, что это за аккаунт, и вы увидите, кому вы отвечаете, там нет никого, там людей нет, понимаете? Я призываю вас не забывать об этом, о том, что случилось 26 апреля, как в говно лицом макнули этих всех детей, они стояли на сцене, как непонятно кто, как лобана отвернулась от нее, как Галкин в прямом эфире, а он, пресс-сиглядать, пугачу выступил и сказал, что это нечестно, все это было нечестно, скотство было, все это было ужасно, я вас призываю не забывать на фоне сообщений вот такого характера, миролюбие и любовь, все такое прочее, там ни миролюбия, ни любви нет никакого, абсолютно, иначе бы миллион рублей давно вернули туда, куда не выигрывали, а не передавали куда-то таким-то Вавиловым или еще куда-то, благотворительные фонды и в хосписы, своих денег миллион отдайте и все, а не чужие деньги взяли и отдавайте миллионы, чужой миллион, копейки своих денег никуда не отдадут, никакие фонды, пишите свои комментарии, ребята, всем пока, до встречи!